Шампань Менье и Шардоне – три сорта винограда шампань. Происхождение одних крю более престижно, других – менее, но для любого из них сам виноград уже свидетельствует о том, каким станет вино в дальнейшем. Секрет его выражается вкусовой уравновешенностью. Идеальным равновесием между количеством и качеством, между увесистостью гроздей и зрелостью собранного винограда, между сахаристостью и кислотностью. С давних времен виновары шампани разработали свои строгие правила. Эти правила контролируются законом и применяются ко всему апеллясиону в поисках этого идеального равновесия. Отбор сортов Ограничение урожайности Строгий контроль за обработкой Ручной сбор винограда Определение даты начала сбора для каждого крю и каждого сорта Стремление к совершенству не терпит никаких отклонений. Действие второе. Вивачи Манонтропу. Работать быстро, но нежно. Аккуратно собранный виноград прессуется тут же, через несколько часов после сбора. Любой ценой при этом стремятся не раздавить ягоды, чтобы в контакте с кожурой сок не окрасился. Действие развертывается в самом сердце виноградника, в прессовальных центрах, в непосредственной близости от участков. Выжимка – важнейшее действие этой оперы, музыка которой написана еще в 18 веке, определяет тонкость и вкусовые качества шампанского винограда. И снова во главе угла вес и объем, а также жестко ограниченная урожайность. Из 160 килограмм винограда получают 102 литра сусла, в среднем одну бутылку шампанского вина с лозы. Весь остальной сок сливается, он не имеет права называться апеллясионом. Производители шампанского вина изобрели своеобразный пресс, чтобы получать сок идеальной прозрачности, сохраняющий всю вкусовую тонкость и сбалансированность различных сортов винограда. По всей шампании оркестр уже в полном составе. Современные инструменты соседствуют со старинными, но каким бы ни был стиль, партитура, ритм всегда одни и те же. Медленная последовательная выжимка сока и фракционирование сусел. Кюве, получаемая из первых выжимов, отделяется от первичного сусла, последующего прессования. Таково типичное для шампани стремление совершенствовать нюансы и без того превосходной палитры винопатериалов. Действие третье. Смена декораций. Тональность задается здесь мастером винного погреба. Первое брожение. В огромных чанах виноградное сусло превращается в вина. Партитура разыгрывается с устенутой. На протяжении нескольких недель в темпе контрольных проверок и корректировок. Необходимо сдерживать брожение, стабилизировать и отсветлять вина, не допуская их контакта с кислородом. Мелодия будет звучать по-разному в зависимости от выбранного инструмента. Один маэстро предпочитает инструменты из нержавеющей стали, другой деревянные. Вот здесь в части дозированное окисление за счет контакта с кислородом, что придает вину большую округлость и маслянистость. А там маэстро добивается полного управления операциями и сбалансированностью вина. Фальшивая нота не допускается. Каждая партия сусла, поступая в здешние погреба, маркируется по своему происхождению. Для каждой заготовлен свой чан с обозначением объема и названия. Таким образом, от сбора винограда до купажирования или ассамблирования тщательно сохраняются достоинства каждого крю, каждого виноградника. Здесь, в каждом чане, сусла отдельной деревни, отдельного хуторка, конкретного производителя. Некоторые подвалы поражают своей красотой и величием. Как не представить себе столь же величественные светлые вина, зарождающиеся в их глубине? Действие четвертое. Купажирование или ассамблирование. Кульминация партитуры. Сцена кюве. Несколько солистов аккомпанируют капельмейстеру. Винодел или мастер погреба пристально следил за виноградниками, отбирал лучшие участки, готовил свои ассамбляжи в соответствии с типажами каждого сусла. Зимой надобно разбирать партитуру, настраивать инструменты, создавать новые сочетания. Но вместе с тем требуется сохранить определенный стиль, сбалансированность и традицию. Величественная алхимия памяти и мастерства. Начиная с 17 века в Шампании создаются уникальные вина из трех разных сортов винограда, полученных в разные годы с разных участков. И эти ассамбляжные вина намного превосходят по качеству каждое вино из своих составляющих. Подлинное искусство. Иногда достаточно трех-четырех вин, чтобы получить идеальный аккорд. Но порой их требуется 50, а то и более. Каждая кюве – настоящее творчество. Действие пятое. В темноте погребов сердце шампани бьется в замедленном темпе. Прохладный и влажный воздух наполнен духом какого-то таинства. Вторичное брожение. Во время разлива по бутылкам в вино добавляется малая толика дрожжей и сахара. Дрожжи постепенно преобразуют сахар в спирт и углекислый газ. В бутылке медленно нарастает давление. Вино тогда становится игристым. По истечении нескольких месяцев добавленные дрожжи выдыхаются и оставляют осадок. Это фаза, которая называется пенообразованием – основа технологии производства шампанского вина. Она идет медленно, чтобы появилась та легкая и долговечная игристость, которая служит клеймом шампани. В сокровенной глубине лежащих бутылок ферментами высвобождаются молекулы, которые взаимодействуют с вином и постепенно вызывают в нем изменения. В то же время небольшое количество кислорода проникает в бутылку. Так происходит выдержка на осадке – таинственный и тонкий процесс, дарующий шампанским винам новые специфические ароматы. Между временем разлива и отгрузки должно пройти не менее 15 месяцев, а для мелизимов – 3 года. Однако на практике вина выдерживается в погребах гораздо больше. «Анданте кон мото» – время вершить свое дело. Вино и ферменты, заключенные в бутылку, способны сосуществовать несколько десятков лет в тесном и сложном взаимодействии. И тогда в вине раскрываются ароматы зрелости и совершенства, присущие великим винам. В погребах шампани десятки миллионов бутылок дожидаются этого своего момента идеальной гармонии. И, наконец, необходимо убрать все примеси и вернуть шампанскому вину его прозрачность. «Ремюаж» – технологический процесс, позволяющий сместить осадок в горлышку бутылки. В самом начале бутылка лежит горизонтально. Регулярно проворачивая ее на четверть оборота вокруг своей оси и приподнимая дно при каждом повороте, бутылка приводится в вертикальное положение вверх дном. Вековечный жест на «Ремюаже» и «Пиццикатту» бутылок на пипитрах уступает место автоматизации процесса, где четкая и контролируемая работа машин продолжает вековую традицию. Финал. Теперь необходимо удалить осадок. Эта операция называется «дегоржаж». Для дремлющего вина пробуждение наступает довольно резко. Прежде «Дегоржаж» производился на лету, сейчас процесс автоматизирован. Горлышко бутылки погружают в соляную ванну при температуре минус 25 градусов. Осадок примерзает к пробке. Он удаляется под давлением газа в момент вскрытия капсулы. Именно тогда в бутылку добавляется несколько граммов так называемого «дазажного ликера». Смесь тростникового сахара и шампанского вина. Мастеру погреба это дает возможность закрыть кюве финальной нотой перед концом партитуры. В зависимости от добавления сахара, шампань и называется «брюд», «сухое» или «полусухое». «Престо» – прекрасная уроженка шампани, обзаводится настоящей пробкой, капсулой и проволочной уздечкой мюзле, которыми окончательно укупоривается бутылка. Время, традиция, новаторство. Процесс производства шампанских вин длительный, сложный и строгий. И дорогостоящий. Он зиждется одновременно на древнем мастерстве и на современной комплексной технологии, но бережно хранит в себе некое таинство, рожденное непрерывной эволюцией вина в своей бутылке. Продолжение следует...